Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, я освещаю сегодня тему коронавируса. Я не думаю, что назову это видео таким образом. Я назову его, наверное, «Ситуация в Падуе», потому что YouTube не очень хорошо пропускает подобные видео. Они очень долго выкладываются. И прошлое видео на эту тему, где я во влоге затрагивала эту ситуацию, оно, на самом деле, мне пришлось его удалить и потом выложить заново совершенно с другим описанием, с другими тегами. Поэтому имейте в виду, если вам эта интересная тема, я, скорее всего, все видео буду называть «Ситуация в Падуе». И вы будете понимать, о какой ситуации я говорю. Я очень долго эту тему не хотела освещать, потому что я считаю нечестным хайпиться на этой теме. Я считаю, что сейчас создаётся очень много шумихи, очень много программ выходит в эфир, и прямо-таки корреспонденты, ведущие, у них такое озабоченное лицо, глаза полные страха, полные какого-то, я прямо-таки не знаю, артистизма и так далее. На этой теме, на самом деле, зарабатывает тот, кто только может. Мне удалось во время наводнения в Венеции не освещать эту тему, несмотря на то, что я получала возмущённый комментарий, как так Яна Венеция утопает, а вы об этом ничего не рассказываете. Но я вам могу сказать, как человек, который живёт близко к Венеции, я видела очень много постановочных кадров, я видела очень много кадров, которые вообще не относились именно к тому наводнению в Венеции. Я говорю про кадры, которые гуляли по интернету, здесь, на Ютубе также. И могу сказать, что я, когда смотрела новости, которые освещали так или иначе проблему наводнения в Венеции, я видела, что, в общем-то, в общем-то, за судьбами людей никто особо не следит, никто особо не интересуется тем, что происходит с венецианцами в этом городе. Все интересуются темой продвижения и муссирования темы о том, что когда-то в своё время не дали денег на специальные заграждения, на специальную систему, которая бы предотвратила такую ситуацию, которая сложилась с Венецией. И, в общем-то, вот об этом и были все сюжеты о том, что сейчас, наверное, надо выделить денег. Ну и попутно освещалась история, когда подобный проект был финансирован и огромное количество денег было, что называется, мимо кассы. Потом очень многих посадили, очень много уголовных дел было заведено. И, по большому счёту, вся тема в Венеции, здесь, в Италии, она освещалась таким образом, она не освещалась с точки зрения людей, которые пострадали, их жизни, их домов, как они в это время жили. Вот показывали плавающие чемоданы на весь мир, показывали ещё какие-то вещи. А вот здесь на местном телевидении, ну то есть на итальянском телевидении, показывали вот эту знаменитую систему, на которую в итоге не были выделены деньги из бюджета, конечно же, страны, просто потому что подобный случай, когда деньги были выделены и когда система то ли не была построена, это касалось также Венеции, когда в итоге, повторюсь, эти деньги были просто-напросто украдены. Ну вот таким образом освещалась здесь, в Италии, ситуация с наводением Венеции. По поводу коронавируса, вы, наверное, ждете от меня новостей. Сейчас я вам скажу просто-таки, вот передо мной компьютер, данные зачитаю, больше его сделать не могу. И, наверное, очень многие будут возмущены вот моим таким отношением, но поскольку я блогер, мой канал, я по-другому не могу эту тему осветить, потому что я вижу, повторюсь, вот этот артистизм, вот этот вот прямо-таки на основных каналах, вот эти вот глаза телеведущих, которые освещают мы на прямой связи с госпиталем, там еще с каким-то, я рассказывала, самолет приземлился с итальянцами, которые, по всей видимости, из Китая прибыли, и вот прямо-таки это корреспондент, она сидит в машине, там где-то видно на заднем плане этот самолет, и она рассказывает, как будто бы она на самом деле из центра каких-то боевых действий, как будто бы вот мины на ней взрываются, и что-то там на ее голову сыпется, она же пригнулась, и вот каким-то таким голосом рассказывает об этой ситуации. Меня это возмущает. Егор сегодня пошел в школу, вчера я узнала на самом деле о коронавирусе, совершенно случайно, вы не поверите, я решила включить в какой-то веке телевизор, я действительно не смотрю телевизор, но вчера у меня был очень сложный день, я расскажу об этом в другом видео по поводу нашего обновления вида на жительство. Вчера у меня был очень сложный день, и я не записывала, я решила к концу дня отдохнуть, включить телевизор, и первое, на что я попала, это новости о том, что да, в Италии первый случай коронавируса подтвержден, это случилось в городе Кадонио, и вчера все были прикованы, кто этой темы интересуется, к экранам телевизора, потому что из этого города шел репортаж, 38-летний мужчина, госпитализирован, находится в очень-очень тяжелом состоянии, у него пальмонит, возможно, это пневмония, на русском я не знаю, он в любом случае в состоянии его тяжелом, в реанимации он не дышит самостоятельно, он интубирован, и выясняются сейчас все контакты, он посещал спортзал, он был активен на работе, у него были друзья, которые с ним бегали, то есть это мужчина здоровый, более того, его жена, у нее тоже, у нее положительные пробы на коронавирус, и она на восьмом месяце беременности, но жена находится, насколько могу я судить из новостей, которые в интернете, жена находится в состоянии, то есть она просто изолирована, но она не госпитализирована, сейчас берутся пробы, но при этом снимался репортаж из дома, кондоминиум, кондоминиум это большой дом, в котором живут много человек, из кондоминиума снимался репортаж, и корреспондент спрашивал, а к вам вообще вот приходили, у вас брали пробы на коронавирус, вам что-то говорили, вас как-то информировали, нет, этих людей никак не информировали, что опять же у меня лично создает очень странную картинку, в общем-то так много, так много всего, а вот к людям, которые непосредственно жили рядом с этим человеком, никто не пришел. Правда, есть информация, что взяли пробу у всех, с кем он работал, и с кем у него были непосредственные контакты. Случай в Кадонио, это случай, когда человек заразился от человека, приехавшего из Китая. Но случай, о котором я узнала, на самом деле, от своих зрителей, спасибо, что написали большое, открываю компьютер, я люблю читать комментарии с утра, я рано просыпаюсь, первое, что я слышу, точнее первое, что я читаю, Яна у вас в Паду и как ситуация. Да, Венето и Ломбардия, получается, это два региона, я живу в регионе Венето, где обнаружили позитивные случаи, то есть позитивные экзамены, позитивные пробы были подтверждены на коронавирус. И умер человек вчера вечером, это 78-летний мужчина, он никак не контактировал, на данный момент утверждается с людьми, которые приехали из Китая, и этот случай привлек внимание, как раз таки потому, что это нетрадиционный способ передачи коронавируса от человека к человеку. Как все это произошло, пока неизвестно. И город, в котором он жил, и в котором он умер, его привезли в больницу, но не успели ничего сделать, это город, который находится в пяти минутах езды на машине от того города, где живу я, то есть в этом городе я была, очень красивое место, город Ло, прекрасные виноградники, на самом деле этот город я хорошо знаю, и вот там был зафиксирован случай. Потом вся информация, которая посыпалась на меня, она была из родительского чата нашей школы, школы средней, потому что младшие дети сегодня не учатся. И Егор сегодня спокойно пошел в школу, и могу вам сказать, дорогие зрители, что никакой официальной информации на сайте УСЛ, сайт УСЛ, точнее отделение УСЛ, это как бы наше региональное отделение, куда мы обращаемся за медицинской помощью, финансирование происходит, скажем так, от этого отделения. Мне сложно объяснить, в России нет подобного термина, и могу сказать, что на сайте УСЛ никакой информации относительно того, будут ли закрываться школы, нужно ли избегать общественных мест. Нет. Там вывешена просто вот такая табличка, что да, нужно мыть руки, да, нужно избегать контакта с глазами, возможно, если вы что-то потрогали в общественном месте, не терять глаза, не прикасаться к рту, к носу. Но самые элементарные, в общем-то, меры безопасности, которые мы все знаем, при любом вирусе не общаться с людьми, либо избегать общения с людьми, которые кашляют, чихают, демонстрируют наличие любого вирусного заболевания, чьи симптомы схожи с простудными. Не могу сказать, что на данный момент никакой официальной информации о том, что будет карантин, о том, что мы уже в карантине, этой информации нет. И опять же, это очень странная ситуация, если все так серьезно, как нам хотят показать, а кто нам хочет показать? Да прежде всего СМИ, на самом деле, вот СМИ и сеют эту панику какую-то безумную, то непонятно, почему не были в свое время закрыты аэропорты, почему не изолирована какая-то местность, потому что если государство гораздо дороже лечить людей и справляться с эпидемией, а с эпидемией почему сразу на корню не пресечь проблемы? Эти меры не были приняты здесь, в Италии, совершенно точно, насколько я знаю, по Европе также. Поэтому, в общем-то, вот такая ситуация, я достаточно спокойно на нее реагирую. И вчера, опять же, когда я смотрела эту программу, но ее невозможно не смотреть. Я думаю, многие зрители меня понимают. Сейчас, возможно, вы со мной не согласны, и вы испытываете панику, и считаете, что ситуация очень серьезная. Но это видео вы все равно посмотрите до конца, потому что вот такая тема, она всех касается. Вчера я тоже включила телевизор, чтобы отдохнуть, и думаю, боже, я не буду все это смотреть. Но я все это посмотрела, пока мои не вернулись с прогулки, я, в общем-то, лежала, отдыхала на диванчике, смотрела про коронавирус. Так вот, после того, как вот этот корреспондент с лицом озабоченным озвучил, мы на прямой связи с городом Кадонью, оттуда показали пустынные улицы. Внимание, пустынные улицы, а также закрытые помещения тех или иных мест, точек общепита, тех или иных, скажем так, локали, то есть заведений, очень часто это не рекомендация напрямую, которая идет от Министерства здравоохранения. Это мое собственное решение, как владельца магазина, сегодня не работать, потому что я боюсь заразиться. Вот, на самом деле, ситуация пока, насколько я поняла, такая. И что же я еще хотела сказать? Так вот, да, я хотела сказать, что потом выступал профессор, профессор-вирусолог Идальянский, и он, в общем-то, он тоже достаточно спокойно, он сказал, да, безусловно, нужно принимать меры предусторожности, но это не повод для алармизма, то есть это не повод для паники. Опять же, у Егора была, я вообще была удивлена, что мои дети, включая Даниэля, который практически не говорит ни на каком языке чисто, он знает, что такое коронавирус. Даниэль совершенно четко произносит коронавирус. Так же, как знает, что такое коронавирус Габри, и уж тем более знает, что такое коронавирус Егор. Вообще, я была очень удивлена, я спросила у Егора, Егор, откуда ты знаешь, что такое коронавирус? Оказывается, у них в школе, примерно две недели назад, была проведена конференция для студентов, и это было очень правильно, потому что, действительно, дети слышат звон и не знают, где он. Им было рассказано о коронавирусе, и в частности, было рассказано, что этим вирусом болеют в основном люди в возрасте, потому что у них другая иммунитарная система, у них другая реакция. И, в общем-то, достаточно спокойно им было рассказано о том, что жизнь продолжается, да, коронавирус существует, и как, в общем-то, будут развиваться события дальше. Поэтому детей информируют, но, повторюсь, ни одна школа на данный момент не просто не была закрыта, а вот даже не было подозрения на то, чтобы закрываться. И хотела я сказать, что мои-то вернулись, да. И вот реакция этого вирусолога, она была, в общем-то, спокойная, в общем-то, как реакция, ну, наверное, большинство докторов, которые высказываются на эту тему. Кстати, вот доктора, что на русскоязычном ютубе, что на италоязычном телевидении, они ведут себя вот достаточно адекватно, то есть они рассказывают о том, что это вирус, что, да, с этой ситуацией мы столкнулись, но они освещают эту тему не так, как освещают ее корреспонденты. И, повторюсь, мне, на самом деле, очень неприятно, что такая серьезная ситуация, и столько вокруг нее шума, хайпа и так далее. От себя могу добавить, что когда я жила в Италии, у меня не было вида нажительства, и у меня не было никаких, соответственно, никакой докторской поддержки здесь. Мы были с Егором, Егору было... Мы запросили документы, но документы были на рассмотрении, и Егору тогда было где-то три года. И вот мы как раз-таки находились в ситуации, но у меня тогда телевизора не было, а если бы даже он был, я бы его тоже не смотрела, потому что я тогда очень плохо говорила на итальянском языке. Это было наше начало, начало жизни здесь, в Италии. Так вот, спустя многие годы я посмотрела, я посмотрела видео о том, как развивались события здесь, в Италии, когда был то ли свиной, то ли птичий грипп, я уже не помню. Как я помню, приезжал мой муж и говорит, слушай, а что у вас тут говорят? А я вообще не знала. Я жила в каком-то информационном вакууме. Вы знаете, мне было очень хорошо в этом информационном вакууме, потому что я увидела программу с переполненными, где показывали переполненные вот эти пункты Пронтос-Акорсу, куда приезжали люди в панике с температурой, дети плачущие с температурой. Но в итоге, вот насколько я знаю, в нашем регионе, по крайней мере на тот момент, все прошло достаточно спокойно в плане жертв. То есть, насколько я поняла, и жертв не было того вируса. И, безусловно, и у нас в регионе были переполнены вот эти вот пункты скорой помощи. Поэтому на данный момент такая ситуация, если у нас объявят карантин в регионе, то есть закроются детские учебные, дошкольные учреждения, школьные учреждения, мы, я думаю, уедем просто на море, в дом на море. Но не потому, что мы боимся здесь находиться, а просто потому, что сейчас очень хорошая погода, достаточно тепло, и, в общем-то, делать здесь нам особо нечего, если, тем более, этот регион будет в карантине. Это значит, что какие-то местности, локали, то есть какие-то, получается... Это будет также означать, что какие-то другие точки общественного доступа, по-другому не могу сказать, места общественного доступа будут закрыты. И, знаете, вот в связи со всем этим, поскольку коронавирус обнаружили здесь у нас в регионе Венето, мне очень-очень интересно, а карнавал в Венеции отменят? Там ведь огромное количество людей, огромное количество итальянцев, которые туда поедут, которым интересно посмотреть. Вот мне интересно, что перевесит паника у людей, и вообще в плане государства, как оно посмотрит на эту ситуацию, что перевесит этот вот доход, который можно получить с карнавала венецианского, безусловно, прежде всего, в венецианскую казну, которая делится, конечно же, с государством, мы живем все-таки в государстве Венеции, не самостоятельная республика. Вот мне интересно, что в итоге перевесит, желание заработать на венецианском карнавале, либо желание предотвратить пока на данный момент, для меня лично, гипотетическую эпидемию коронавируса здесь, в Италии. Желаю всем, прежде всего своим зрителям, не поддаваться панике. Дорогие зрители, предлагаю все-таки нам не поддаваться панике и доверять, на самом деле, проверенным источникам. Мне было интересно перед завершением видео все-таки проверить информацию, закрыты ли школы в городе ВО. И вы должны представлять, что это очень маленький городок. И сегодня суббота, соответственно, детские сады не работают. Если не работают, то очень многие школы, которые работают по пятидневной системе, они и так закрыты, они не должны были сегодня распахнуть двери для своих учеников. И вы знаете, я не нашла информации, которая бы была подтверждена. Более того, очень многие статьи, которые пишутся вот здесь в интернете, а внизу идет очень интересная надпись. Статья находится на стадии аджорномента, то есть это значит на стадии разработки. То есть, по большому счету, тот, кто публикует подобную информацию, дает себе возможность, если что вдруг случится, пойдет не так, их обвиняют в том, что они селят панику, дает себе возможность, что называется, сделать шаг юридический, прежде всего, шаг назад. Поэтому на данный момент я располагаю вот такой информацией, которую, в общем-то, вам и пересказала прежде всего. Желаю всем, прежде всего, быть здоровыми, хорошего настроения, не подайте духом. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok